Называется Zoha Show. Это не такой известный инструмент, но по функционалу он практически полностью дублирует Google, а то иногда и лучше. Возможности абсолютно такие же. Импорт, экспорт, анимация, есть шаблоны, есть возможность добавления картинок и видео, и коллективная работа тоже присутствует. Я вам ссылочку кинула на очень свою простую работу, в которой я просто взяла слайды из PowerPoint и загрузила их внутрь этого сервиса. А вообще здесь возможностей намного больше. Недавно сервис перевели на русский язык. Вот так выглядит функционал его. Тоже все очень похоже на PowerPoint. Вверху кнопочки для добавления разного контента. Тексты, мультимедиа. Вот здесь картинки и видео добавляются. Фигуры, таблицы, диаграммы. С левой стороны добавляются слайды. Галерея позволяет нам выбрать шаблон для оформления. Ну и дополнительные настройки выплывают у нас справа. Здесь мы можем выбрать тему оформления, показывать презентацию как слайд-шоу, и вверху кнопочка для предоставления доступа. Вот так выглядит такое рабочее поле. В отличие от Google сервиса, здесь очень большое количество разных красивых шаблонов для оформления. Причем они даже рассортированы. Есть шаблоны с лентами времени, есть слайды со сравнениями, есть слайд с картинками, с цитатами, финальный слайд, стартовый слайд и тому подобное. Внутри каждого раздела есть еще разные красивые примеры. В этом смысле, я не говорю, что он полностью может вам заменить канву, но у него очень хорошие дизайнерские появились разработки слайдов. Это хорошо, это мне понравилось. Ну, вставляем любой слайд, добавляем его через кнопочку «Вставить» и работаем, его редактируем. Ну, например, вот я с цитатой выбрала слайд, что здесь можно сделать? Можно поменять его макет. То есть, как в PowerPoint, здесь все дублируется, можно его перекроить на свой лат и вкус, поменять шрифт, цвет, размер, все что угодно, здесь все присутствует. Кнопочка «Анимация» позволяет анимировать любой объект на вход, на выход и даже на движение по экрану. Как в PowerPoint, если вы делали анимацию, то здесь примерно такая же история. Что касается добавления разных объектов, вот тексты, например. Посмотрите, какую красоту здесь придумали. Не просто текст трех видов, а есть и в рамочках, там в каких-то выносках, со звездочками, с флажками и тому подобное. Так что здесь можно выбрать. Вот кнопочка для добавления мультимедиа. Например, я посмотрела, как добавить аудио. Нажимаем на кнопку «Добавить» и загружаем с Google Диска. Либо можете самостоятельно записать тут же в режиме онлайн свою озвучку, например. Картинки можно грузить с компьютера, с Google Диска, из интернета, видео с YouTube. Есть дополнительная возможность вставить так называемый гаджет. Точнее, это встраиваемый объект по коду. Например, презентацию какую-то вы создали, получили код и вставили внутрь. Это все работает. Ну, вот всякие разные красивые диаграммки здесь, тоже в разных видах и фигуры, и смарт-элементы, и силуэты. В общем, если сравнивать Google Слайды и этот сервис, то этот больше за красоту. У него очень хорошо прописаны дизайны, всякие красивости, анимации и тому подобное. Google – это все-таки более функциональный сервис, он очень быстро и просто делает. Здесь вы можете потратить время на вот такие вот разные штучки. Выбор шрифта, межсрочного интервала, отступы, наступы, я не знаю, начертания букв, оформление фигур и так далее. Здесь тоже есть возможность добавлять гиперссылки на какие-то веб-страницы и на слайды внутри. Тоже делать внутреннюю навигацию, между слайдами делать ссылки. Такая возможность есть. А это вот красивая анимация, как в PowerPoint. По прямой есть какие-то завитушки, есть изогнутые линии. Даже можно свой собственный путь начертеть у объекта, чтобы он по экрану какими-то зигзагообразными путями двигался. Вот она анимация на вход, на выделение, на выход и на путь по экрану. Все очень подробно здесь прописано. Есть тоже переходы между слайдами, их здесь достаточно много. И в этом смысле Зоха опережает Google в плане оформления точно. Доступ дается через кнопочку «Доступ». Да, мы приглашаем соавторов, мы можем здесь же опубликовать, и мы можем провести целое слайд-шоу. Это показ своей презентации для удаленной аудитории. Ну, то есть, по сути, как, не знаю, но это скорее не видеоконференция, а просто вы ее выставляете для открытого доступа и для просмотра. Скорее всего, так. Вот я вот с этой опцией не очень хорошо разобралась. Здесь надо разобраться и почитать. Ну, а что это публикуется, это точно. Вы получаете ссылку и код, и приглашение соавторов по электронной почте тоже работает. Ограничений у сервиса нет, он абсолютно бесплатный. Только аккаунт свой не забрасываете надолго. Если вы больше года в него не заходили, вам будут присылать по электронной почте уведомление, что надо туда зайти, иначе его удалят. Вот такая есть только опция. Ну, а в целом, очень хороший инструмент, мне он понравился. Вот, спасибо за комментарий. Тут ссылочку нам дали на работу, можно посмотреть, как использовали в работе этот сервис. Готовую презентацию тоже можно скачать к себе на компьютер в разных форматах, как обычную презентацию, как слайд-шоу, как PDF или как картинку. Ну, и то же самое можно сделать наоборот. Загрузить сюда PowerPoint и поиздеваться над этой презентацией с помощью ЗОХа. Хороший сервис, что что-то скажешь. Есть возможность комментирования. Если вы совместно участников пригласили, они могут вам писать комментарии. Есть такой своеобразный чат, с которым можно общаться.